Возможно ли духовность вне религии? Или человек должен определиться, выбрать для себя путь, то есть религию? Или можно всю жизнь и махамантру читать, и в православный храм ходить? Интересный вопрос? Давайте обсудим. Мы потом спросим у вас тоже. А что такое духовность? Из зала. Образ жизни. Вера. Развитие. Рост. Связь с Богом. Любовь. Все правильно говорите. Значит, я суммирую все, что вы сказали. Духовность – это качество человека. Согласны? Смотрите. Вы можете быть христианином. Кто-то может быть мусульманином. Я могу перечислять себя к физической культуре, философии. Это внешняя черта. На самом деле я не перечисляю к этому. Никогда я себя к религии никакой не перечислял, не перечисляю. Я руссотеистом. Я не религиозный человек. Но меня интересует абсолютно истинный Бог. Ни религиозным образом, никаких религиозных настроений. У меня интерес чисто научный к этому. Разница может быть этническая в языках, в одеждах, в обрядах. Веды говорят, это несущественно, непринципиально. Об этом не спорят об вкусах, это не обсуждают. Об этом не ссорятся никогда. Это не причина для разногласий. Но что общего? Качества должны быть одинаковые. Чистота должна быть у всех. Культура должна быть одна. Неважно, какой вы национальности, какого возраста, какой религии. Культура должна быть одна. Высшая культура должна быть. Если я еще не могу следовать высшей культуре, я иду в этом направлении. Я выбираю ту религию или ту группу людей духовных, которые соответствуют моему уровню. Вот и все. Но цель у всех одна. Что? Любовь к Богу. Есть религия, а есть цель религии. Если вы стремились к цели религии, то вам не всякая религия подойдет к любви к Богу непосредственно. Знаете, Христос об этом говорил. Вот посмотрите, как Он дал религию интересную. Я этот пример, кстати, недавно переводил, по-моему, на бхакти-йоге. Дело в том, что когда к Иисусу подошел человек, или здесь я говорил этот пример, богатый человек, богатый человек подошел к Иисусу и сказал, учитель, все, о чем ты говоришь, об этих заповедях, о всепрощении и других вещах, о любви к ближнему, я делаю с рождения, я в такой семье родился и вырос. Я в очень духовно-религиозной семье вырос. Я это унаследовал. Что мне скажешь, какую дашь мне религию? То есть, если вы никого не убиваете, вам не нужна заповедь, не убей. Если вы кого не обманываете, вам не нужно говорить, не обманывай. Это оскорбление будет, не заповедь, а уже оскорбление. Но если я склонен к убийству, мне нужно напомнить, не убивай. Если склонен к воровству, мне нужно напоминать, нельзя. И если он говорит, я это все унаследовал с детства, у меня такие склонности. У меня род благочестивый, все духовные мои предки. Что мне скажешь? Иисус сразу сказал модную вещь. Хотите узнать об этой религии? Что же должен человеку уже следующим всем заповедям? Какая для него миссия? Сними сандалии. Сначала раздай свое имущество бедным. Сними сандалии, оставь себе одну одежду. И иди за мной, он сказал. У тебя появляется миссия предназначения в жизни. Вот с этого уровня, когда ты чист, у тебя есть особое предназначение. Ты не будешь теперь просто жить для того, чтобы есть и спать. Ты будешь есть и спать, но совсем для другого, для того, чтобы жить. Новая жизнь начинается. То есть, если мы еще не освоили предварительные принципы религии, такие нравственно-этические нормы, то миссия не открывается, смысл как бы высшей деятельности не открывается, назначение человека не открывается. Мы все еще путаемся, несмотря на религии, в своих расприях, в сорах выяснениях. Поэтому сейчас мы говорим о качествах, не о религии. Духовного человека можно определить не по конфессии, а только по качествам. Можете одеть духовную одежду, но если нет качества, какой в этом смысл? А можете носить брюки, но иметь качество. Это нормально. Это цель, это смысл. В этом смысле. То есть, по качествам, чисто качественное измерение. Это духовность. Поэтому здесь приступите практически к этому вопросу, подступите. Что вам больше, быстрее всего помогает развивать качество? Вот есть такие процессы. Например, взять свой собственный нос, как я могу? Вот есть такой путь. Югический. Потому что обычно люди думают, что если речь идет о йоге, о какой-то абсолютности, он должен быть очень какой-то трудный, сложный путь. И когда им вот так вот все объясняют, они говорят, да, это что-то невероятно. Это же просто невозможно представить, понимаете, в два оборота и занос. А когда им говорят, да вот так вот просто, они думают, ну это слишком просто. Просто повторять святые имена и все. Это так просто. Не думайте, что так просто. Попробуйте, вы сразу увидите, что медитации ум убегают, начинают думать там-сям. И это работа глубокая. И только святой имя может обуздать вашу ум. И ничто другое вообще не подчиняется. Невозможно. Он усилен, как демон. Внутри меня эта сила есть, представьте, я с ней не могу справиться. Но когда вы призываете высшие силы, высшие божественные силы, они умиротворяются, эти демонические качества. Они слабеют просто, они начинают просто спать. Знаете, есть люди, которым философию рассказываешь, они сразу засыпают. Как в шахматы, если они не умеют играть, им скучно. То есть не понимают, не сознают этого всего. Так вот, демонические качества, они не понимают философию, они им не нужны знания, это просто инстинкты. И как только они слышат, они просыпаются, что где, 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 где. Возбуждение какое-то, это их привлекает. А когда философия умиротворения, отключаются. Демонические качества слабеют, когда вы повторяете священные звуки, священные тексты, общение подобное, в сад вагуне. Они слабеют, слабеют. Вы почувствуете, как вам хорошо становится в этом процессе. Возможно, мало что еще понятно, но покой в душе. Знаете, когда-то я распространял книги на Урале в 90-х годах. Времена, ужасные времена, людям нечего было есть, пенсионерам не платили пенсию. Холод, зима, в магазинах продуктов шаром покати, все по талонам. А я еще пошел книги распространять зимой, у нас там был марафон. Мы продолжали эту миссию Гиту, я предлагал людям прямо на улице в то время. Я был тогда молодой. И я смотрю, а люди все злые, злые. Представьте, денег нет, вот еще им толкают какие-то книги за деньги. Это еще в священном писании спекулирует. Ну вот так они все понимали. Очень трудно было их убедить, что это от души, как бы миссия, потому что это цену стоит тоже. Но у меня долг, я пытаюсь. Идет какая-то бабушка, я прямо в магазин и стою, вот этого полупустого. Люди злые заходят туда, злые еще обратно выходят. Я чувствовал, что меня могут даже побить там, если что-то неправильно. Если скажу, меня не поймут, просто побью за это. И идет бабушка какая-то, старуха с палкой, вот знаете, на эти ступеньки поднимается к супермаркету. А ее тут я с книгой. И с исполнением долга просто говорю, вот хотите посмотреть книгу? А сам думаю, что я делаю? Старуха, пенсионерка, вот видно, одна живет, вообще сама идет в магазин, в такую холодину. Наверное, ей есть нечего. Думаю, даже откажется все равно, ну хотя бы посмотрит, картинки там, и то хорошо. Название прочитает. А она взяла книгу, полистала. Я ей пару слов сказал, думаю, что сейчас уйдет. Достает деньги из кошелька, все, что там были, и отдает мне. Берет книгу и уходит обратно, в магазин больше не идет. Я думаю, что я натворил вообще? Ей точно есть нечего, даже мне есть сейчас нечего, а эта женщина, эта пенсионерка, пожилая. Думаю, нет, завтра я приду сюда же в это время, если книга не понравится, она же придет сюда, я ей верну и деньги, еще чем-нибудь дам вдобавок. И я пришел на следующий день, переживая о ней. Точно идет прямо ко мне? Думаю, ну вот, несет книгу обратно. А вокруг меня люди злые, которые что-то тут толкают, что это такое. Я говорю, ну вот это священная книга, священное писание, что на этом деньги уже делаете, да, вот вы все тут продаете, вот сейчас то, другое, третье. Все торгуют чем-то. Люди раздражены. И тут она подходит и говорит, покупайте. Сердце успокаивается, читайте, покупайте. Это то, что, говорит, нам сейчас всем нужно. Вот такая была история. Продолжаем эту тему. Продолжая эту тему, каждый что-то может сказать. Так, вопрос, можно ли повторять маха-мантру, одновременно ходить в православный храм и так всю жизнь? Это нормальное начало, но не очень хороший конец. Что значит нормальное начало? Нормальное начало, это означает, мы проявляем любопытство и интерес. По большому счету, чтобы найти свой путь, нужно попробовать. Например, как мы можем определить, какая пища нам нравится? Есть только практический путь, правда ведь? Поэтому, если вы ищете свою духовную традицию, попробуйте. Попробуйте разные традиции. Есть эта удивительная книга Радонадхи с вами. «Путешествие домой». А кто ее читал, кстати? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто не читал, я очень рекомендую. Почитайте эту книгу. Это человек, который искал истину, искал свой путь. Как? Он жил в разных монастырях, он общался с разными святыми и пробовал, 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 искал. Это первое, что я хотел бы сказать. То есть, нужно пробовать. Это в данном случае очень хорошо, когда вы пробуете разные традиции на вкус, на непосредственный свой вкус. Второе, что я хотел сказать. Если вы действительно заинтересованы найти свой путь, постарайтесь искать с чувством, как бы с просьбой к Богу, чтобы Он помог вам найти путь. Не вы его ищите, а вы доверяете Богу. Вот это очень важное настроение, потому что Бог лучше знает, куда вам сейчас идти, и как вам развиваться, и где то место, и те люди, с которыми вам будет лучше всего сейчас делать свой собственный духовный путь. Поэтому вот это настроение в сердце, когда вы вручаете, как бы, свою жизнь Богу, и имеете эту внутреннюю молитву, пожалуйста, веди меня. Вот это то, что вас в итоге приведет. Какие молитвы вы при этом будете повторять, это не так важно. Бог откликается на настроение. Вот если будет это настроение, доверяющего сердца, все достаточно быстро проявится в вашей жизни. И третий короткий ответ, который я дам, ищите путь через личностей, которые имеют духовный опыт. Не опирайтесь на свои чувства, они достаточно ошибочные. Что-то красивое, некрасивое, какие-то здесь нравятся, здесь не нравятся, здесь плохие одежды, здесь хорошие, здесь такие-то, носят прически, здесь другие. Это все наши чувства. Общайтесь с духовными людьми. Вот через них путь проявляется. То есть те люди, которые реализовали духовный опыт той или иной традиции, вот они показатели. И общаясь с ними, вы почувствуете, ваше это или не ваше. Я не знаю, есть ли мне что-то добавить. Я могу сказать, что в свое время я вот так делала. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе. У меня было ощущение какой-то христопродавца какого-то, что-то я ужасно себя чувствовала при этом. У меня на алтаре все, что можно было вообще, вот как это, на всякий случай, что называется. Вот, это отсутствие веры. Это когда страх движет. И страх, он на самом деле делает все на всякий случай. И боится, вдруг его Иисуса судят. Или там Мухаммед за углом пришивет. Или что-то такое. Это к Богу мало имеет отношения на самом деле. Это сомнение. Но этот этап важный. То есть нужно идти вглубь. И я очень созвучно хочу сказать то, что говорил и Александр Геннадьевич, и Олег. В любом случае нам нужен учитель, проводник. Живой пример. В свое время я помню, думаю, да что ж такое, все старцы умерли. Я прям, а Оптинский хоть один старец остался? Нет, не остался. А вот, знаете, в Караганде один старец остался. Я в Караганду уже умер. И у меня было такое отчаяние. Думаю, да что ж такое. И было ощущение дефицита. Как будто Господь какими-то дозами дает. А потом, ну извините, как-то вот на вашу долю не хватило. И у меня было реальное такое чувство. Ну неужели так вот, что, вот ни одного святого на земле, что ли, не осталось? Вот, просто ищите. Когда ученик готов, появляется учитель. В учителях проблем нет на земле. С учениками проблемы. Поэтому искренняя душа, ищущая, она непременно начнет встречаться. И так, что вас просто подхватят под руки и поведут. Как только вы искренне, не из страха, а искренне откроетесь. Спасибо вам большое. Один батюшка, православный священник, переходил на мои лекции в Киргизии. Мы с ним познакомились. Он пригласил в свою церковь. Показал самопроявленные иконы. Стал рассказывать. Очень такой добрый человек оказался. А потом говорит, вот на эту дверь, это моя келья. Вот тут я молюсь. И на двери его келья изображение Будды. Говорю, батюшка, ну а почему Будда? Вы же православный священник. Добрый день, Иисус. А говорит, я расскажу почему. Меня, говорит, преследовали духи. Много лет. Регулярно, почти каждую ночь. Не мог уснуть вообще. Я так страдал. Только глаза закрою, свет выключу. И эти ужасы начинаются. Эти крики в уши визжат, кричат, рожи корчат. Тут передо мной все, это все стопляска какая-то. Думаю, Боже мой, я уже молитвы читаю всю ночь. Иисусу в молитву. И отчинаш. Уйдут, снова возвращаются. А тут я читаю жизненные писания Будды. Как-то дочитал. Под впечатление попало. Понравилось. И снова засыпаю. И опять этот кошмар. Господи, говорю. Именем Господа Будды провалитесь вы все в ад. И тут, говорит, визг, грохт какой-то, треск. И все. С тех пор, говорит, тишина. Вот поэтому я, говорит, Будду здесь. То есть, это работает. Если что-то работает, принимаете. Это неважно. Это православное это называется. Или буддистское. Есть много общего. Много полезного во всех духовных направлениях. Если, допустим, ваш дом горит. Вы звоните по телефону в пожарную охрану и говорите. Мне русскую из православной церкви пожарную охрану, пожалуйста. Ну, у нас нет, у нас только, вот знаете, китайское. Ну, тогда, простите, я не могу. Я верующий человек. То есть, посмотрите на это практичными глазами. Есть способ подняться на сотый этаж пешком. Трудно, но можно. А есть лифт. Выбирайте уж вы сами. То, что сейчас раскрывается перед нами, ведическая традиция, это скоростной метод, конечно же. Это мы знаем на опыте. И по многим другим, как бы, признакам. Поэтому вы уж сами решаете, как принимать, как идти этим путем. Важно, чтобы встали на этот путь. Остальное детали. Детали нас не касаются. Это личный выбор. Детали нас не касается.